из места когда ты выходишь и честно говоря уж волосы шевелится дыбом потому что столько мусора и вот бочки бочка бочка миллионы бочек когда половодие естественно это все подымается уходит в море зачастую вот экологические все лозунги экологические мероприятия они глобально ни на что не влияет вот они просто создают видимость движухи но глобально человечество как переводило со все увеличивающейся скоростью ресурсы так и переводит то есть ну тут как бы подход нужно менять здесь какое-то место силы тянет сюда просто вот очень многие люди которые здесь раз побывали потом приезжают снова и снова вроде бы разруха вроде как бы так грустно смотреть а что-то вот такое в нем есть такая натуральная чистая арктика как она и должна быть в наших глазах чистить артику это не просто какие-то слова знаете там какие-то лозунги что-то еще для меня это настоящая настоящая судьба это смысл всей моей жизни федеральный проект чистая артика зародилась практически ровно год назад сброшенных объектов очень много вся арктика она достаточно в грустной ситуации потому что ни одни мы завозили и ни одни мы ничего не вывозили все эти годы а вот оно наследие второй мировой войны это разбомбленный немецкий склад и мы находимся в трехстах метрах от норвегии вот это все это немецкий металлолом это подвесные топливные баки которые добавляли на юнкерсы которые вылетали бомбить архангельский мурманск вот это вот дот причем строили наш солдат почему потому что здесь рядом был концлагерь который обслуживал военный аэропорт немецкий это самый большой аэропорт под сколько был колючая проволока которая огораживала немецкий аэродром вот это все вот так лежит олени ходят бедненькие вот это я считаю стоит убрать у нас есть такие точные объекты это выезды экспедиции на острова одна из этих экспедиции уже сейчас работает на острове хейса я участник экспедиции чистый север чистая арктика на остров хейсе на земле франции 8 я знаю что это одна из самых северных земель на нашей планете от которой до северного полюса примерно 1000 километров что там всегда холодно что там сейчас круглые сутки один большой день что там много белых медведей и что там есть космическое озеро из которого мы будем пить воду прошлом году я не смог поехать именно из-за того что экспедиция была очень длинная три с половиной месяца в этом году полтора месяца да это непросто оставить свои дела оставить свои заботы оставить каких-то близких людей на этот период потому что мы будем без связи ну кто-то же должен туда поехать туда же должен сделать хорошие дела я не мог пропустить этот момент я связался с организаторами и прошел конкурс и вот я здесь у меня уже есть некоторые профессиональные познания об арктике и меня манит вот конкретно сейчас земля франции иосифа потому что там где мы были на новой земле это старая такая матерая исследованная арктика куда ездили по море на промысел куда стремились иноземцы по пути в китай а сейчас мы идем на землю франции иосифа которая открыта благодаря науке тяги к неизведанному во время гонки на полярный север и это очень интересно сравнить ту арктику который я видел до и с той который я увижу сейчас на край земли я взял с собой книги и сгущенное молоко у меня уже есть небольшой экспедиционный молоко у меня угадывайте Продолжение следует... 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 Продолжение следует...